Музыка Человек существо, которому нужны тайны. Он любит создавать свои и выяснять чужие секреты. Единственное, чего человек очень не любит, это когда его тайны становятся достоянием его близких. Или, что еще хуже, коллег. Наличие секретного увлечения у вашего партнера далеко не всегда признак измены. Подтвердились ли опасения Полины, которая обратилась к нам за помощью, скоро узнаем. Полина, здравствуйте. Расскажите, что вас мучает, почему вы решили к нам обратиться? Здравствуйте. У меня такая ситуация, мне кажется, меня изменяет мой муж. Пять лет назад я вышла за него замуж. Мне тогда было всего 19 лет. Он на 30 лет старше меня. У нас все было хорошо. Он за мной ухаживал, подарки. Но в последние несколько месяцев он ко мне очень охладел. Он перестал проявлять внимание. Перестал интересоваться моей жизнью. Я не знаю, постоянно он попадает в офисе, на работе. Мне кажется, у него кто-то появился. Как бы я не знаю, возможно, это кто-то из его сотрудниц. Его окружают какие-то любые женщины. А что за сотрудницы? Ну, сотрудниц я знаю только про его секретаршу. Но и то он говорит, что она какая-то там страшная, некрасивая, что она его не интересует. Но я на самом деле не знаю, потому что в его офисе я ни разу не была. Как бы на работу он меня к себе не берет, не брал. Ну, как бы мне до этого и не было раньше дела. Но в последнее время меня очень какое-то все добивать, я не знаю, мне очень тяжело сейчас говорить. Я просто не знаю, я в растерянности. Я не знаю, что мне дальше делать. А, Полина, скажите, как зовут муж вашего? Эдуард его зовут. Эдуард. Вообще, чем он занимается? В чем его родительство? Ну, он гендиректор фирмы, которая занимается автомобильными запчастями. И он является там гендиректором, поэтому как бы все свободное время он проводит на работе. Я как бы не знаю, что думать, на работе ли он проводит свое время, или же он где-то еще бывает. Понятно. Ну, а может быть, то, что изменилось его отношение, вы на себе это чувствуете, связано с проблемами в бизнесе? Может быть, какие-то вещи происходят неприятные, связанные с теми же запчастями? Ничего он не говорил вам тогда? Я думаю, он ничего такого не говорил. Я сомневаюсь, что дело именно в этом, потому что даже если и были какие-то раньше проблемы у него на работе, это никак не касалось нашей семьи. Он как бы так же был теплым, тепло ко мне относился, даже приобрел внимания. А на данный момент я узла, я в растерянности просто. Что мне делать дальше, я не забыла. Ну, будем надеяться, что все в порядке, и вы зря переживаете. Может быть, у него просто какой-то сложный период в жизни вообще наладится. Хочется на это надеяться. Спасибо вам большое. Давайте, расскажите мне, где у него фирма находится, адрес, да, у вас есть, в телефоне посмотрите. Детективы устанавливают наблюдение за Эдуардом. Утром он выходит из подъезда. Эдуард приезжает на работу и входит в офисный центр. Он директор в компании, которая занимается продажей автозапчастей. Детективы пробивают компании, которые находятся в здании. Их задача поставить камеру в кабинете Эдуарда. Так, ну что, давай посмотрим, что в этом здании находится. Может быть, туда есть тема проникнуть. Есть какая-то фирма по автозапчастям. Какие-то комплектующие для автомобилей. А это, скорее всего, фирма как раз Эдуарда. А еще что-нибудь есть? Еще есть какая-то еда непонятная. Еще есть, что это, салон. И какое-то обучение языкам. Какие-то развивашки, наверное. Что-то. Мне кажется, это для детей, школьников. И родителей из этого детского сада. Отлично. Может быть, под видом мамаши тогда туда прогуляешься. Тогда мне нужен бэйби. Ну, ты типа бэйби пока оставила в саду. Оставила в саду? Да. Хорошо. В офисный центр отправляется Катя. Якобы фирму, которая занимается развивающими программами для детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Я хотела бы записать своего ребеночка. У меня мальчик 6 лет. Вот она развивашки к вам. Ну, это вы не к нам. Это не к нам. Это мы за автозапчастями занимаемся. Это вам по коридору две комнаты. Второй. 204-й офис будет. По коридору через две комнаты. Я поняла. Просто вот мне выдал поисковик, что здесь. Нет, это там ошибка какая-то. Я поняла. Ладно. Дальше пройдите. Хорошо, извините. Спасибо. Камера в кабинете Эдуарда установлена. Картинка есть. Да, заходите. Чуть позже в кабинет Эдуарда заходит эффектная молодая сотрудница в коротком мини. Ее зовут Карина. Она вальяжно располагается на столе Эдуарда Валерьевича. Автотрейд нам задерживает доставку форсу. И на сколько они задерживают? Знаете, но они говорят, что недели две. Ну, я понял. А получится на месяц, как обычно, да? Как в прошлый раз. Вы же понимаете, да. Ага. Так. А у нас предоплаченных много заказов? Смотрела? Да. Много, да? Более 50% даже. Так, что же делать? Так, сейчас, сейчас. Хорошо, ладно, я позвоню. Но обсуждают Эдуард и Карина исключительно работу. Какой-то поставщик задерживает партию форсунок. Вскоре Карина уходит. Ладно, только смотри. Не перепутай, как в прошлый раз было. Хорошо. Проискали 12 коробок. Все, я надеюсь. Угу. На следующий день слежка продолжается. Эдуард заходит в офис. В какой-то момент в кабинете Эдуарда появляется Карина. Она явно проявляет интерес к Эдуарду. Не как к боссу, а как к мужчине. Я надеюсь, опять не с форсунками, что-то с какой-нибудь сложностью. Нет. Меня бросила подруга. Мы сегодня вечером собирались с ней пойти в Большой театр. Очень красиво. Вот. Она сейчас мне позвонила и сказала, что не может пойти со мной. Я же не пойду одному как-то грамм. Ну да, логично. Ну а что, позвони кому-нибудь. Что, у тебя парней, что ли, нет? Смотри, какая красивая девушка-то. А вы что сегодня вечером делаете? Что еще делаете? Ты же знаешь, сколько у нас сейчас проблем какие возникли с этими с форсунками. Надо теперь выяснять, где их достать, как все это разрулить. А потом сейчас сезон сам идет. Я здесь до 9 часов каждый день торчу. А вы были в Большом театре? Был, да. Несколько раз. Ну как? Понравилось? Конечно понравилось. Ты что, Большой театр, это жизнь. Ну, может быть, сегодня вечером. Харимочка, ну а ты не в курсе, что я женат? А если меня вот там увидят с молодой девушкой? Вы можете представить, что семейная будет лодкой? Жалко. Жалко, конечно, но что делать? Такая вот у нас вот ситуация сейчас сложилась. Ну ладно. Иди работай. Детективы решают показать Полине это видео. Да, алло. Полина, добрый день. Здравствуйте, это Григорий. Здравствуйте, Григорий, да. Есть кое-какая информация, хотели с вами ей поделиться. Вы могли бы подъехать? Да, могу, куда? Я сейчас вам скину координаты. Приезжайте, пожалуйста, как только сможете. Да, все, хорошо, жду координаты, выезжаю. До встречи. До встречи. Полина, добрый день. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Спасибо, что подъехали к нам. Смотрите, у нас для вас есть один видеофрагмент, хочу вам показать. Давайте посмотрим, потом обсудим. Да? Да, да, давайте. Это в офисе Эдуарда. Вы, наверное, узнаете его офис. И, собственно, его секретарша. Это его секретарша? Да, это Карина. Это про нее он говорил, что она страшненькая? Такая сексуальная, красивая девушка. Да, не сказать про нее, страшненькая, конечно. Да, совершенно не сказать. Вы не переживайте. Может быть, он вас просто не хотел вводить в стресс всякими описаниями внешности. Но послушайте, тут очень важно. Она ему сейчас предложит... А вы были в Большом театре? Да, слушайте. Был, да, несколько раз. Ну, может быть, сегодня вечером. Ну... Халиночка, ну а ты не в курсе, что я женат? Ну, хоть в театр отказался идти. Да, в Большой театр. Она ему предложила. Не каждый ходит, и не каждый день далеко в Большой театр. Он отказался и напомнил ей, что он женат. Ну, все равно, он меня уже обманул по поводу нее. Что она страшненькая. Это все хорошо, но я вас попрошу, продолжите, наверное, за ним пока наблюдение. Да, пока он не вызывает никаких подозрений. Ну, у меня все равно. У нас ничего не налаживается. Все остается так же, как и есть. Вот. И все равно у меня есть какие-то подозрения, что все равно у него кто-то есть. Может быть, это просто не она, может, кто-то еще. Хорошо, Полиночка, вы не переживайте насчет Карины. Видите, это точно не она. То есть здесь можно быть спокойным. Ну, назвал ее страшненькой. Может, для него она страшненькая. Вот и все. Будем надеяться. Да, мы с вами будем на связи. Как только что-то будут какие-то еще новости, сразу же звоним и будем встречаться. Все, спасибо вам большое. Да. Все, до свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Проходит несколько дней. Слежка за объектом продолжается. В конце рабочего дня Эдуард созванивается с кем-то и назначает встречу на вечер в офисе. Разговор по телефону является весьма двусмысленным. Здравствуйте. Ага. А я под ником у вас куклы к сплавным было. Да, 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 да. Да, на сегодня. Ну, как обычно, вы же знаете, там у вас приоритеты записаны. Да, 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 туда же. К восьми часам. Ага. Да, да, я знаю, что дополнительно стоит. Без проблем. Все, жду. Ну что, пес? Да. Ждал меня? Да, я ждал. Смотри, что я принесла. Ты готов? Детективы наблюдают, как в кабинет Эдуарда заходит девушка. У нее в руках плетка. Становится понятно, для каких игр Эдуард пригласил ее в свой рабочий кабинет. Девушка приказывает Эдуарду встать на колени и служить. Давай, целуй. Ниже! Ну, сюда! Детективы вызывают Полину к офису. Да, ла. Полина, добрый вечер, от Григорий. Да, здравствуйте, Григорий. Есть новости для вас. Вы могли бы подъехать в то же место, где мы с вами встречались уже? Да, да, я сейчас буду. Давайте, ждем вас. До свидания. До свидания. Тогда я могу быть на сегодня свободной? Да. Деньги. Сейчас. Закончив развлекаться, Эдуард расплачивается со своей госпожой. Девушка уходит. Детективам предстоит рассказать Полине неприятные новости. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Значит, покажем сразу видео. Новости сразу скажем не очень приятные. Давайте посмотрим. Давайте. Готовы? Это все происходило сегодня, видите, в кабинете вашего мужа. Давайте я остановлю, в принципе, все, наверное, уже понятно. Полин, дело в том, что эта девушка приехала по вызову, понимаете, это эскорт услуги, вот с такими особенностями. То есть это не какие-то отношения на стороне, но это, так скажем. То есть у вашего мужа есть такая особенность. Я понимаю, что вы, наверное, это не знали, да? Полин. Ну. Я понимаю, очень неприятно. Скажите. Что будем делать? Вы хотите его сейчас увидеть, да? Ну, мы недалеко как раз находимся, собственно, от его офиса. Но он там уже один. Вы готовы с ним сейчас увидеть? Да. Вы считаете, вам нужно? Да. Да? Точно? Вы уверены? Да. Тогда мы с вами пойдем, хорошо? Давайте, мы вас поддержим. Да? Да, да, да. Все, тогда идем. Ты совсем что-то охерел! Это что такое? Что это такое? Что я сейчас видела? Что такое-то вообще? Что такое? Что такое? Ты меня спрашиваешь? Это ты меня спрашиваешь, что такое? Что случилось-то вообще? Ничего не случилось, ты охренел! Кто эти люди? Какого хрена они это делают? Это детективы! Какие детективы? А вы что, это детективы? Успокойся! 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 Ты меня будешь успокаивать! Выйдите отсюда вообще! Кто вам разрешал снимать? Я видела все, что ты сейчас сделал! Ты считаешь, что это нормально? Ну и что ты видел? Что такого-то я сделал? Да ничего! Ты мне изменил! С кем изменил? Это девка по вызову вообще! Какая важная детектива по вызову? Ты считаешь, что это не измена? Нет, конечно! Это игра вообще! Какая игра? Ты сама во всем виновата! Ты больной что ли совсем? Если бы ты слушал, что я тебе говорил, я же тебя просил сколько раз переодеться, ты не хотел переодеваться! Ты больной? У тебя просто с головой какие-то проблемы! Да, я больной! Больной? Да! Да я заметила, тебе лечиться надо! Выходи отсюда вообще! Тебе лечиться надо! Успокойся, я говорю! Что успокойся? Ты меня хочешь сейчас успокоить после всего, что ты сделал? Я еще раз тебе говорю, это просто шлюха! А шлюха? Это просто это было... Это каждый мужик этим занимается! Ты считаешь, что ты просто больной-больной извращенец! Ненавижу тебя! Я этим больше не хочу! Полина, подожди! Я тебе объясню все! Иди отсюда нахер! Тихо-тихо-тихо-тихо! Иди отсюда! Все-все, я пошел! Все, я сейчас звоню! Я звоню сейчас в охрану, вас выкинут отсюда нахер всех! Давай, тикrite-как! Нал인ечка, вы нас можете успокоиться! Нас vez buscabla! Давайте мы вас отведем, сейчас вперёд... Смотрите, жизнь заканчивается на этом. Вам нужно успокоиться, и вы сможете принять решение спокойно, да? Вы же совсем молодая, у вас вся жизнь, у вас все будет хорошо. Это жизнь. Полина смогла простить Эдуарда через три месяца. Он обещал завязать с продажными отношениями. Принято считать, что спровоцировать мужчину, в отличие от женщины, на измену просто. Но жизнь подсказывает другое. Чтобы изменить так, как хочется ему, человек сам готов пойти на довольно хитроумные и креативные комбинации. Никакой провокации не нужно. Почему фантазии не реализуются с постоянным партнером? Вот это вопрос. И пока на него нет четкого ответа, нас ждут новые расследования. Увидимся.